Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Галина Буркова. Галина Игоревна, добрый день. Добрый день. У нас есть вопросы, которые я приготовила к нашей программе. Есть вопросы, которые пришли на сайт эхокирова.ру к нашей сегодняшней беседе. Они очень хорошо вплетаются в канву, которую я себе представляла. Поэтому надеюсь, что наш разговор сегодня будет предметный и интересный для наших слушателей. Итак, в избирком поступают первые списки подписей, собранных кандидатами в губернаторы Кировской области для прохождения муниципального фильтра. На прошлой неделе первым свой список подал Сергей Мамаев, кандидат от КПРФ. А на этой неделе представят и другие кандидаты. В частности, господин Черкасов должен был сегодня подать список. Да, уже подал. Он уже подал. Избирком подписи проверяет. Расскажите, пожалуйста, как происходит этот процесс. Потому что тут у нас есть вопрос от Валерия, нашего слушателя, насчет фальсификации. О них попозже. Ну, что касается приема подписей кандидатов на должность губернатора, прием этот осуществляет рабочая группа, созданная на заседании избирательной комиссии Кировской области. Рабочая группа рассматривает все документы, которые должен сдать кандидат в соответствии с законом. Среди тех документов, которые приносят наши кандидаты, есть как раз подписи, собранные через муниципальный фильтр. Это сдают кандидаты, которые выдвинуты политическими партиями, представленными в Государственной Думе. А те кандидаты, которые идут с самовыдвижением или от политических партий, которые не представлены в Государственной Думе, они еще сдают списки, представленные по сбору подписей с избирателей. Что касается муниципального фильтра, сказать, что это очень сложная процедура не могу, потому что, собственно говоря, сама считаю, что не то что муниципальный фильтр, а вообще фильтр по отбору кандидатов он обязательно должен быть. Если взять историю проведения выборов в губернаторы, у нас были выборы прямые и был сбор подписей с избирателей, было большое количество подписей. Потом прямые выборы были отменены, было назначение на должность губернатора президентом. И после того, как в 2012 году снова мы вернулись к истории с прямыми выборами на должность губернатора, нужно было все равно предусмотреть какой-то фильтр для того, чтобы не каждый желающий мог подать документы и претендовал бы на должность губернатора, а все-таки какое-то количество людей могло определять, так называемых экспертов, которые могли бы определять, а способен ли этот человек по своим личностным качествам занимать такую высокую должность, есть ли у него управленческий опыт, профессиональное знание, пользуется ли он уважением среди людей, которыми ему потом придется как раз управлять. И таким образом, наверное, законодатели, которые предложили пройти муниципальный фильтр к кандидатам, были правы, потому что депутаты сельских поселений, городских поселений, районных дум, также главы этих муниципальных образований, они уже избраны людьми, они имеют определенный профессиональный опыт, они взаимодействуют также по своей должности, по своим полномочиям с правительством области, и, конечно, выразить свое отношение к кандидатам, которые заявляются на желание попробовать свои силы на эту должность, это очень важно. Это и есть тот фильтр, который не позволит людям, которые, может быть, недостаточно должным образом относятся к этой должности, к процедуре выборов, и заявляются лишь бы себя попиарить, пошутить или еще какие-то преследуют цели для того, чтобы, например, поскандалить во время выборов. Вот как раз этот фильтр является для того, чтобы не допустить этих людей, потому что законодательство разрешает участвовать в выборах огромному количеству людей, но, тем не менее, для того, чтобы организованно провести свою избирательную кампанию, нужна команда профессиональных людей, которые смогут и помочь собрать такой муниципальный фильтр, там много есть юридических тонкостей, а также и организовать всю избирательную кампанию. Наличие, раз уж мы заговорили о муниципальном фильтре, его наличие – это вопрос, который не перестает вызывать острой дискуссии. Некоторые кандидаты резко критикуют его, считают, что это препятствие искусственно выстроено, работает на партию власти. Я практически цитирую таких людей, например, как Сергей Мамаев. Он придерживается этого мнения. Напоминаю, что он первый собрал все подписи и списки. Критика-то все равно есть. Критика направлена именно в сторону партии власти, и оппозиционные партии высказываются в том направлении, придерживаются того мнения, что этот муниципальный фильтр, он работает только в одну сторону. То есть ограничивает всех кандидатов, которые не принадлежат партии власти, в их свободном выборе, можно сказать. Во время проведения выборов все упражняются в том, чтобы критиковать, особенно критиковать сильных кандидатов или сильные партии. Поэтому здесь в этом нет ничего удивительного. Но в то же время я хочу сказать, что вот та волна, которую гнали по поводу того, что не забрать муниципальный фильтр, что есть какое-либо давление. Я как руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» могу точно сказать, что все решения вышестоящего руководящего органа, то есть нашего полицейского секретаря, проходят через меня. И честно, глядя вам в глаза, могу сказать, такого решения не было. И никого из наших депутатов, которых мы когда-то провели в сельскую или городскую думу или глав, мы не принуждали отдавать или не отдавать свой голос. У нас более трех тысяч депутатов во всей области, а подписей нужно собрать 218. Это максимум подписей, не максимум, это минимум подписей, которые нужно собрать, чтобы пройти муниципальный фильтр. При этом на 10 подписей сдают, как правило, больше, чтобы если какая-то подпись забракована, то можно было бы ее восполнить. И вот сдавшие, Сергей Павлиныч, Кирилл Игоревич сегодня сдал документы, Черкасов, да, документы, они собрали эти подписи. Я сама сидела на проверке тех папок, которые они принесли с подписями избирателями. Это совершенно качественные подписи, хорошо оформленные. Чувствуется, что рядом с ними пришли люди, юристы, которые с этим работали. И поэтому нет никакой сложности. У нас не такое большое количество кандидатов, которые заявились, чтобы им было невозможно собрать эти подписи. И никакой команды «Единая Россия» не давала своим кандидатам. Кроме того, могу сказать, что я среди тех людей, которые подписались за перечисленных кандидатов, увидела коллег по партии и нисколько не осуждаю их. У них есть такое право. А члены партии «Единая Россия» оставляют свои подписи за представителей КПРФ и ЛДПР? Могут, если они считают, что это нужно поддержать кандидата таким образом. Ради Бога. А как же партийная дисциплина? А вот вы знаете, каждый сам по себе это решает. Здесь нет. Партийная дисциплина – это когда есть решение вышестоящего органа. Если ты ему не подчиняешься, то это нарушение партийной дисциплины. А я еще раз говорю, такого решения не было. И поэтому каждый человек сам для себя решает. Если он считает себя вот таким партийцем истинным и понимает, что кандидат от партии «Единая Россия» выдвинут иной, то значит, я себя внутренне обязываю, никому другому свой голос не даю. А в то же время есть люди, которые считают себя, что вот здесь я думаю вот так, а вот тут я считаю, что в программе этого кандидата есть вещи, которые мне симпатичны. И поддержать я его тоже могу. То есть равняется на конкретных людей с их программами? А могут просто сказать, что ну того-то уже поддержали точно, надо же и этому дать шанс какой-то. Поэтому разные мнения и разными мотивами руководствуются люди, которые принимают это решение. Мы никому не давали рекомендации. По вашему опыту, что является гарантом успешной вот этой кампании по сбору подписей для прохождения муниципального фильтра? Какие кандидаты получают? Я считаю, что гарантом является как раз работа на выборах не уже на должность губернатора, а на выборах, когда формируются органы местного самоправления. Вот в частности и в этом году предыдущие органы, значит, у нас сформировались в 2012-м, основные выборы были, да, избирали депутатов городских поселений и сельских поселений, глав избирали. Потом были довыборы, перевыборы, но это по таким случаям, когда человек досрочно оставляет свои полномочия. Но, тем не менее, каждый год у нас бывает там по 60 мандатов замещается, а когда основные выборы, то более 3000. И каждая партия имеет право, не имеет права, она даже обязана, и органы юстиции, и законы политических партий обязывают ее выдвигать своих кандидатов на разные уровни выборов. Так вот, если проследить историю наших выдвижений от других политических партий, что как раз уровень выборов в органы местного самоправления меньше всего интересует. Как правило, интересуют выборы законодательного собрания, вот губернаторские, административный центр. Опускаться ниже, а это очень сложная работа. И вот судя по тому, как идет сейчас выдвижение, как мы работали на подбором кандидатур, вот 3000 кандидатов надо ведь подобрать. Это с людьми надо проговорить. Они не в центре находятся, они вереницы в очередь выстроились для того, чтобы, а возьмите-ка меня, я выдвинусь от вашей партии. Это надо доехать до сельского поселения, потратить время, деньги, ресурсы, силы свою, энергию потратить на то, чтобы с людьми проговорить, убедить их. Что их опыт востребован, попросить их потратить часть своего времени на общественную работу, это очень большой труд. И, как правило, немногие доходят до низового звена. А когда наступает вот тот час, когда нужно собирать подписи с этих людей, они вдруг вспоминают, а у нас в Думе-то нету наших представителей. Или их настолько мало, что приходится потом искать аргументы, что вот Единая Россия заняла большинство, а кто мешал участвовать в выборах, продвигать своих кандидатов, выдвигать их, убеждать их работать, поддерживать их в работе. И потом к ним обращаться за подписями. Каждая партия в этой части равна. То есть работать в первичном звене, что называется, надо уметь, и тогда не будет возникать вопросов. Я напоминаю, что это особое мнение Галины Бурковой, руководителя регионального исполкома Единой России, члена областной избирательной комиссии. Мы вернемся сейчас к подписям, которые сдали два кандидата. Правильно говорю, что два, да? Два пока. Сергей Мамаев и Кирилл Черкасов, но после небольшого перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Вы сегодня слушаете особое мнение руководителя регионального исполкома Единой России, члена областной избирательной комиссии Галины Бурковой. Галина Игоревна, возвращаемся к вопросу о вас данных уже подписях. Напоминаю, Сергей Мамаев и Кирилл Черкасов сдали свои подписи. И проверку подписи Сергея Мамаева вы уже практически осуществили? Нет, проверка еще идет. Частично документы проверены, но в любом случае еще проверка документов продолжается. И вы говорили до эфира, что пока нареканий нет. Нет, немножко не точно. Так, расскажите. Нарекания есть по документам, но я говорю, что в основном эти подписи собраны качественно. Что значит качественно собранная подпись? Что значит, что соответствует закону. Все пункты закона прописаны, как сдается подпись, как эта подпись должна выглядеть. Имеется в виду, какие данные в подписном листе указываются на кандидата, на сборщика подписей. И каждая подпись оформлена на отдельном листе еще нотариально заверяется. Поэтому как оформлена нотариальная запись? Это как названо муниципальное учреждение, где депутат подставил свою подпись за того или иного кандидата на должность губернатора. Поэтому это тоже очень важно. Код рождения совпадает ли. Поэтому это идет детальная проверка по каждому человеку. И выявляются некие неточности. Отбраковка есть? Есть отбраковка. Но также закон предусматривает возможность заменить эти подписные листы, если по некоторым позициям. Ну, вот если сказать те подписи, которые я проверяла, я могу сказать о том, что было выявлено несоответственно, например, в подписном листе фамилия одна, а в листе, в перечне этих подписных листов, когда общий список сдаётся там, фамилия другая. То есть опечатка. Опечатка. Это такая опечатка грубая, когда фамилия звучит уже совершенно по-другому. И нельзя идентифицировать и сказать, что это один и тот же человек. Если там одна буква, грамматическая ошибка, то это можно не считать забракованной подписью. А вот это точно нужно будет эту подпись или уточнять, или человека искать этого, чтобы он переподписал свой подписной лист. Какая дальнейшая процедура? Вот вы сейчас отберете эти сомнительные или нарушающие процедуру листы, и что вы дальше делаете? Дальше часть подписных листов можно кандидату заменить, то есть доехать до того муниципального образования, где он эту подпись брал, и человек переподпишется, и снова нотариально её заверить. Сколько у Мамаева есть времени на это? Там, сейчас я не помню, по-моему, три дня на то, что можно было бы донести. После завершения проверки? После того, как мы ему выдадим результаты проверки, он это всё сделает и успеет всё подать. Я думаю, что не будет сложностей. Есть, конечно, вещи, когда нельзя будет заменить. Например, нотариально удостоверенная подпись. И человек нотариально сначала удостоверил пустое место, а подпись стоит совершенно другим числом. То есть он подпись поставил позже, чем нотариус заверил этот лист. А, и такое есть? Да, и такое бывает. Но это тоже чисто какая-то ошибка. Не досмотрел человек. Мы же в этом умысел не видим. Но, к сожалению, вот такую подпись уже невозможно будет переделать. Там есть ещё сокращение, например, инициалы вместо имени отчества. Тоже такая подпись считается недействительной, но её можно переделать. Сейчас, если взглянуть на то, что вы проверили у Сергея Павловича, просто не с кем пока что сравнивать. Он успевает, укладывается? Я считаю, что да, успевает, укладывается. И те исправления, которые будут сделаны, он исправит. И достаточно будет достоверных подписей. Мне так кажется. Но я могу судить только по тем папкам, которые я проверяла. Ещё три кандидата должны подать свои списки. Это Васильев, Дубравин и Барсуков. У них какие сроки подачи этих списков? И когда уже завершается срок? 26-й последний день, Юля. Поэтому все документы, я думаю, что 26-го уже будут в избирательной комиссии. А в каком режиме сейчас работает избирательная комиссия? Ну, очень напряжённом, потому что надо проверить все подписи. Кроме того, поступают и жалобы уже есть на нарушение избирательного законодательства. Ну, это нарушение избирательного законодательства очевидное, когда в СМИ выходят некие публикации, в которых есть агитация. А так как агитация у нас разрешена по закону только за 35 дней до выборов, соответственно, это преждевременно. Там негативные какие-то материалы публикуются о том или ином кандидате или той или иной политической партии. Это тоже служит предметом для разбирательства. Если избирательная комиссия рассматривает такие жалобы, если это в компетенции избирательной комиссии, она принимает по ним решения. Если это некомпетенция избирательной комиссии или требуются какие-то уточнения до разбирательства, то эти жалобы направляются в управление внутренних дел. А сейчас жалобы в основном на какие партии, например, идут? На партию власти, на КПРФ, на ЛДПР? Кто вызывает сомнения в честь соблюдения нарушения законодательства по агитации? Сейчас не такое большое количество жалоб, но были жалобы не на партию, не на кандидатов, а на СМИ. То есть, когда средства массовой информации публикуют то, что запрещено законом, отвечают средства массовой информации, а не кандидат, который туда прислал материал. Поэтому для него никакого наказания для кандидата или для той политической партии, которая разместила. А вот для средств массовой информации есть определенные... Нет, немного, пока еще жалоб таких немного, да, рассматривались эти жалобы были от граждан, которые поступили, не от политических партий, но суть их заключается в нарушении избирательного законодательства средствами массовой информации. Я должна сейчас зачитать вопрос Валерия, нашего слушателя, о котором уже упоминала. Валерий просит, убедительно меня просит задавать вопросы точно, как написано, а не пересказывать своими словами. Поэтому я так и делаю. Как вы считаете, выборы соответствуют Конституции Российской Федерации в части реализации права граждан выбирать быть избранными, учитывая наличие случаев отстранения от выборов неугодных власти кандидатов? Я здесь только небольшую свою ремярку включу. Никаких примеров конкретных не приводит, Валерий. Отвечаю однозначно, соответствует. Второй вопрос. Почему, по вашему мнению, не было ни одного случая выявления фальсификации выборов в пользу другой партии, а только в пользу Единой России? О чем это свидетельствует? Я думаю, что, во-первых, какой уровень выборов тут обсуждается и на какой территории. Абсолютно точно есть случаи отмены результатов выборов в Подмосковье на выборах, которые прошли в 2016 году. Это только пример. И не в пользу Единой России, а как раз против Единой России. Поэтому неполными сведениями обладает человек, который задает эти вопросы. Я думаю, что любое нарушение рассматривается в соответствии с законом, кем бы оно ни было совершено. А у нас сейчас в области есть какие-то дела и процессы, связанные с жалобами на фальсификацию? У нас по Котенническому району есть жалоба в сельском поселении. Шли выборы и кандидат, отстаивая свои права, кандидат, набравший 9 голосов, отстаивает свои права, считая, что была фальсификация. И члены комиссии ее допустили, поэтому суд уже принял решение. Кандидат от какой партии? Кандидат, могу сказать, к сожалению, от Единой России. Он считает, что были допущены нарушения? Да, он считает, что были нарушения, эти нарушения уже разбирались и в прокуратуре, и есть судебные решения, никаких нарушений не выявлено, и победил другой кандидат. Вот, в принципе, вот этот пример и развеет то, о чем говорит Валерий. То есть есть такие случаи, когда против Единой России. А что касается пресловутой карусели, кажется, мы сумели пройти прошлые выборы в областное законодательное собрание без чего-то подобного каруселям. Тем не менее, депутаты на самом высоком уровне этим озаботились, и сейчас поправки законодательства даже несены и ужесточенные наказания. Что об этом можете сказать? Ну, 19 июля приняли уголовную ответственность за применение каруселей на выборах депутата Государственной Думы. И я считаю, что правильно и сделали. Говорить о том, что в прошлые выборы мы обошлись без каруселей, наверное, нельзя без выявления таких случаев. Но эта технология используется уже много лет, давно, и безнаказанность вот этих людей, которые эту технологию применяют, и привела к тому, что, к сожалению, на некоторых участках действительно карусели бывают запущены. То есть вы считаете, что на прошлых выборах в сентябре месяце прошлого года такие случаи были? Их что, сложно выявить? Их очень сложно выявить. Кроме того, как правило, штаб партии имеет такие мобильные бригады юридические, которые реагируют на нарушения, информация о которых поступает с участков или от наблюдателей, которые перед участком увидели какое-либо нарушение. И наши мобильные бригады выезжали. Я могу сказать, что, например, на расстоянии от сельхозинститута там находился избирательный участок где-то 200 метров. Абсолютно точно работала карусель. Когда прибыла наша мобильная бригада, эти молодые люди сели в машину, это была «Газель», и быстренько оттуда ретировались. Очень сложно выявить, поймать за руку, поэтому, вот, к сожалению, такое бывает. А с кем работают эти люди обычно? Здесь они работают с теми, кто... Ну, я имею в виду, на каких граждан это рассчитано? Да, 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 у людей отсутствует правовое сознание. Я даже, вот знаете, чего остерегаюсь, что вот сейчас приняли закон, вот только что мы обсуждали с коллегами, закон-то приняли 19 июля, и там наказание суровое. Написано, члену комиссии, который выдал заполненный бюллетень одному из избирателей, видимо, предполагается, что этот избиратель вынесет заполненный бюллетень, передаст организаторам карусели, и она там будет крутиться целый день. Лишение свободы до 4 лет. Члену комиссии? Члену комиссии, который выдал заполненный бюллетень, или штраф от 200 до 500 тысяч рублей. А что касается человека, который участвует в карусели, там штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и лишение свободы до 3 лет. Очень суровое наказание. Но дело в том, что вот как мы знаем, что и карусели запускаются совершенно бывают иным способом. Бывает человека, ну который, как правило, подвыпивший или там с глубокого похмелья, к которому требуется средство на то, чтобы поправить себе здоровье. Просят прийти на участок, на том, на котором он и приписан, на этом участке, получить законно бюллетень, зайти в кабинку и положить этот бюллетень в карман себе, вынести его чистым, и затем могут запустить карусель. Так вот, у меня только одно сомнение. Люди, не обладая информацией о том, что сейчас принято такое суровое наказание за это, могут по наивности своей, потому что они уже неоднократно подрабатывали таким способом, для того, чтобы вот себе... Массово пойти в тюрьмы. Ну, хоть не массово, даже одного человека и жалко, если он на такой глупости попадется. Поэтому, воспользуюсь вашим эфиром и скажу тем, кто меня слушает, слышит сейчас, ни в коем случае не поддавайтесь на такие вещи, на такие уговоры и никогда не подставляйте себя под нарушение избирательного законодательства, как бы вам ни казалось, что это пустяшная вещь, вынести свой, выданный тебе же бюллетень и отдать его кому-либо. Вы даже можете не предполагать, как этот бюллетень будет использоваться и как он навредит вообще целому процессу. Который происходит на участке. Будьте осторожны, берегите себя. Даже если наплевать на процесс, то на собственную жизнь и свободу не должно быть наплевать. Здесь сразу возникает резонный вопрос. А избирательная комиссия областная, она как будет трудиться над распросвещением людей в отношении изменения законодательства? Где будут эти предупреждения, объявления? И через людей, которые организуют работу на участках, это территориальные комиссии, это участковые комиссии в целом по области у нас там 1160 участковых комиссий, а в каждой комиссии там по 7-9 человек. То есть вот так вот по ступенечкам. Сначала мы обучаем территориальные комиссии, территориальные комиссии обучают участковые. Те собирают членов своей комиссии и доводят до них информацию. А в обязанности членов участковых комиссий входит обход по квартирной на дом, чтобы пригласить избирателя, прийти на избирательный участок, рассказать, где этот избирательный участок находится. И в том числе, конечно, самый такой ответственный, добросовестный человек может и проинформировать о том, что новое появилось в избирательном законодательстве, связанное с угрозой. У меня предложение, Галина Игоревна, вывесить на наших стендах, ну просто посотрудничать с управляющими компаниями и вывесить на стендах-подъездах прям вот большим жирным шрифтом вот это изменение в законодательстве. Насчет лишения свободы и штрафов. Может быть, это как-то заработает. Это хорошее предложение, на самом деле. Сейчас прервемся на две минуты, у нас будет реклама и продолжим наше особое мнение. Его высказывает сегодня Галина Буркова, руководитель регионального исполкома «Единой России», член областной избирательной комиссии. Продолжается программа «Особое мнение». У микрофона работает Светлана Занько. Своё особое мнение сегодня высказывает член областной избирательной комиссии, руководитель регионального исполкома «Единой России» Галина Буркова. Галина Игоревна, до перерыва мы с вами говорили об изменении в законодательстве в отношении каруселей. И в перерыве как раз еще раз обратили свои, уже как женщины, наверное, обменялись мнением, что ведь еще и студенты здесь в зоне опасности находятся. Потому что действительно ребята иногда соглашаются на то, чтобы подработать на легкие деньги. Те, которые о политике мало думают, больше думают о каких-то сиюминутных сейчас вещах. И да, тут, наверное, тоже работа с университетами, с УЗАМИ, потому что молодежному парламенту есть чем заняться. Поговорим об этом с его представителем, который будет на следующей неделе у нас в особом мнении. А сейчас еще один вопрос с сайта. Елена пишет. Как вы относитесь к тому, что от компании к компании кандидаты меняют партийную принадлежность? Ваша партия выдвигает в Гордум, например, Камиля Джамалуддинова, который много лет состоит во фракции КПРФ. У эсеров в списках тоже бывшие коммунисты. Вы доверяете пришельцам из других партий? Ну, могу сказать, что не то, чтобы доверяю я или не доверяю. И это как-то взаимосвязано с тем, что состояли они в партии. Все равно, когда доверяешь или не доверяешь человеку, ориентируешься совершенно на другое, на его поступки, на то, что тебе известно об этом человеке. А то, что он состоял в другой политической партии, я считаю, что человек вправе пересмотреть свои взгляды. Тем более, что если до недавнего времени таких партий было совсем немного, то теперь такой огромный выбор. Более трехсот партий зарегистрированы в региональном нашем отделении, в юстиции регионального отделения. Поэтому я думаю, что это вполне нормальный процесс. Люди ищут себя, ищут ту идеологию, которая им ближе. Кроме того, есть люди, которые, может быть, ориентируются тем, кто находится у руля в той или иной партии, тянутся за лидером, идут за этим лидером. Местных, да, лидеров? Да, и вступают в ряды этой политической партии. Поэтому я считаю, что в этом нет ничего страшного. Конечно, хотелось бы, чтобы таких случаев было поменьше. Но, честно говоря, когда читаешь программы наших политических партий, они не так сильно друг от друга отличаются. Если только взять, может быть, КПРФ, там идеология, она более высвечена в сторону. Как бы не сорваться сейчас на агитацию и антиагитацию, да? Да, как бы не нарушить избирательное законодательство. Поэтому, а так ведь, собственно говоря, у каждой партии есть много хорошего в их программах. И люди ищут, где им ближе те пункты программ. Поэтому ничего удивительного. Единственное, что вы сказали, в «Справедливой России» там от коммунистов. Я считаю, что вот как раз даже возьмем тройку «Справедливой России». Там как раз в «Единой России». В «Единой России» Сураев Василий Куприянович. Бывший член партии «Единой России». Да, и секретарь регионального отделения. Даже Каргопольцев Владимир Алексеевич, тоже член партии «Единой России». Правда, он намного раньше вышел из «Единой России» и пошел по спискам «Справедливой России». Поэтому такие случаи есть. И кроме того, даже возьмем уровень местный. Зачастую бывает так, что представители других политических партий звонят нашим кандидатам, с которыми мы уже проработали, подготовили их для выдвижения. И переманивают для того, чтобы они приняли решение, выдвигались от другой партии. Здесь суть-то в том, что каждая политическая партия, вот я уже говорила, что закон о политических партиях обязывает участвовать в выборах. Если она не участвует, то она через три года теряет регистрацию. Поэтому их это и подстегивает несколько участвовать в выборах. Некоторые ограничиваются несколькими мандатами, а другие, как «Единая Россия», мы стараемся стопроцентного движения сделать на все существующие мандаты. Но это в зависимости от сил, возможностей и ресурсов каждой партии. А на стороне «Единой России» нынче в выборах есть какие-то люди, которые в других партиях принимали участие? Ну, вы уже назвали одного из них. Это Малудинов. Да. Но кроме этого найдутся и другие люди. У нас дело в том, что сейчас процедура выдвижения, она перед ней проводится предварительное голосование. И запрета на участие в предварительном голосовании практически нет. Для всех граждан, если он гражданин Российской Федерации. И если он на сегодняшний день, когда он подает документы, не состоит в любой другой политической партии. А то, что он вчера был в какой-либо партии, запрета никакого нет. А вот такой вопрос. Мы открыты для всех. Если человек пересмотрел свои взгляды, готов сегодня идти вместе с нами, мы открыты. И как и другая партия, наверное, любая тоже открыта для всех желающих. Вам вопрос такой, Галина Игоревна, как человек с огромным опытом в избирательных кампаниях. Вы видите вот сейчас в выборах городскую думу, например, новые лица? Или у вас какое ощущение, что все те же, на тех же местах, просто в другой расстановке? Вот как раз эти выборы характерны тем, что очень-очень много новых лиц. В частности, если брать список наш, то у нас только шесть действующих депутатов Кировской городской думы вошли в наш список по выдвижению. Кроме того, 30% это вообще молодые люди, которые никогда и не участвовали в этом процессе и первый раз будут пробовать свои силы. Я вижу также и в списках других политических партий очень-очень много новых лиц. Есть какие-то, которые вам нравятся? Есть, конечно, которые нравятся, но я не могу сейчас об этом говорить, так как тоже мы с вами ограничены. Избирательным законодательством идет избирательная кампания, и мы не можем говорить о ком-либо хорошо. Тогда тенденцию давайте обозначим. Все-таки приход этих молодых людей, они в массе своей, они кто такие эти молодые люди? Откуда эта смена вдруг пришла? И почему? Почему они рассчитывают на старую гвардию? Почему выдвигают молодых? Я думаю, не то что, преемственность есть, потому что вот если говорить о наших списках, у нас много помощников депутатов, которые, вот период существования вот этой думы пятого созыва, они были в помощниках у депутатов. Карьерный рост пошел. Вошли во вкус, поняли, что такое депутатская деятельность, каковы полномочия, как они свои способности могут применить, решая проблемы там людей. И кроме того, конечно, молодежь сейчас активна и с амбициями. Мы таких людей приветствуем и даем им шанс попробовать свои силы. Сначала вот и на предварительном голосовании они выступали в дебатах, пробовали себя при общении с людьми, которые приходили на эти дебаты. И потом есть люди, которые, наверное, по природе свои, это свойство личности, не может быть, не может замкнуться вот только вот на каком-то узком круге общения или решения там своих проблем. Ему хочется вот значимости среди большего круга, то есть признать признание большего круга людей. Но это свойство характера не всегда, оно отрицательное. Поэтому таких людей надо поддерживать, развивать в этих людях эту потребность. А если он еще готов жертвовать чем-то своим, даже финансовыми ресурсами, даже, например, возможностями своих друзей, тратить свое личное время на общественную деятельность, так это вообще как бы несколько плюсов вперед таким людям. Такие люди сейчас востребованы, они нужны. — Вернемся сейчас еще раз к выборам и к избирательным участкам. Вы уже упомянули о наблюдателях. Я хочу задать вам следующий вопрос. Вот Сергей Павленович Мамаев, он был здесь просто на прошлой неделе, высказывался тоже по поводу выборной кампании. Он сказал, что будут приглашать наблюдатели, я имею в виду представителей КПРФ, будут приглашать наблюдателей, в том числе и из других регионов. Так как на местах наблюдателей может оказываться давление. Мы этого не исключаем, говорит он. Как вы можете это прокомментировать и как ваша партия наблюдателей отбирает? — Первое давление на наблюдателей. Я считаю, что мне сложно поручиться за абсолютно всех, потому что вот сколько политических партий, сколько кандидатов, столько и может быть назначений. То есть каждая политическая партия на каждый избирательный участок может поставить по одному наблюдателю. А есть еще такое, что если в разное время, например, один работает до обеда, второй после обеда, то еще и два наблюдателя. Количество партий этих огромное. Кроме того, все кандидаты, которые выдвигаются на уровне выборов в органы местного самоуправления, я говорила о трех тысячах, они тоже каждый имеет право поставить наблюдателя. Это от одной политической партии. А если все политические партии поставят своих наблюдателей, во-первых, это дорогостоящая вещь назначения наблюдателей по всей области, чтобы закрыть все участки. Потому что кроме того, что их назначить, подобрать этих людей, их надо обучить, значит, собрать их на семинары. Кроме того, дать им направление, определенный инструктаж провести, блокноты, ручки закупить, телефонную связь обеспечить, чтобы они информировали штаб о том, что происходит на участке. И те сутки работы, практически сутки, которые они будут выполнять свои ответственные должностные обязанности, это тоже каким-то образом должно быть замотивировано. То есть это оплачивается? Как правило, это оплачивается. Есть, конечно, добровольцы, которые выходят, но я не думаю, что их так много. А если говорить о том, что этих наблюдателей доставить из другого региона, то вы понимаете, какие затраты необходимы на то, чтобы это сделать. Это и привоз этих людей. А кроме того, для того, чтобы найти в другом регионе людей, которые искренне, чисто по доброте душевной поедут поддерживать того или иного кандидата, я в это верю с трудом. Но более качественно человек, каждый, я думаю, способен понять, что он должен наблюдать, зачем наблюдать, обучиться этому на одном-двух семинарах. Но более качественно обучить можно людей, которые здесь на территории проживают. Сказать о том, что вот такое количество наблюдателей, которое будет выставлено, на них можно оказать какое-либо давление, я в это не верю. Потому что, ну, это даже ресурсов ни у кого не хватит, сил никого не хватит. Можно припугнуть там одного человека чем-то, не знаю даже чем. Можно там убедить трёх, пять, десять. Но чтобы говорить там о тех тысячах, которые необходимо выставить наблюдателей, конечно же, это просто невозможно. И тратить свою энергию, силу. А купить? А ещё своих наблюдателей надо оплатить их работу. А ты ещё будешь, если покупать, и неизвестно, как этот человек отреагирует на это, он просто заявит, напишет жалобу. То есть можно подставиться? Конечно, можно подставиться. Поэтому я думаю, что никто не будет этим заниматься. То, что мы будем выставлять наблюдателей, делаем эти абсолютно все выборы, это совершенно точно. Но функция наблюдателя ещё бывает не в том, чтобы отследить на участке. Но и в том, чтобы он мог правильно реагировать на те нарушения, которые проводят представители других партий или кандидатов. У нас заканчивается время программы буквально в двух словах. Видеонаблюдение на избирательных участках в этом году планируется? Да, планируется. Массовое? Да. Объём увеличивается или уменьшается? Сейчас я не могу сказать повсеместно, это будет или нет, но требования к президентским выборам мы должны подойти к тому, что абсолютно на всех участках будет видеонаблюдение. К 2018 году? Да, к марту 2018 года. Поэтому сейчас большинство участков будет закрыто видеонаблюдение. Спасибо. Это было особое мнение руководителя регионального исполкома «Единой России», член областной избирательной комиссии Галины Бурковой. У микрофона работала Светлана Занько. Всем доброго дня. Спасибо. Особое мнение на 101FM